Если говорить вертолетно, то я бы сказал, что сейчас и 10 лет назад госслужба отличается компетентностью точно. Я имею в виду, что в познании более глубокие появились в технологиях, более-менее приближенные к реальности, появились люди, которые совершенно не очень привязаны и зависимость от руководства сильно их ограничивает. Но, конечно же, говорить о какой-то сильной трансформации госслужбы пока рано. И я бы сказал, что тут фактор два. Первое – зарплата, второе – число госслужащих. И эти факторы решаются одним действием. Надо сокращением госслужащих увеличить заработную плату госслужащих. И тогда, как говорится, там… И есть еще один фактор, конечно же, я про него там не люблю говорить, но раз такой вопрос задали, это фактор такой, который вот сейчас, по крайней мере, вот хуже, чем 10 лет назад, что произошло. Сейчас госслужащие знают, но боятся принимать решения, боятся принимать ответственность на себя. Раньше меньше боялись. Да, раньше меньше боялись, потому что раньше было такое, там, победителей не судят. То есть ты сделал проект, да, ты его сделал, да, понятно, где-то по дороге шероховатости были, ты его довел до конца, как бы тебе в любом случае медаль дадут и скажут, да, ты красавчик. А почему страха стало больше? Потому что, ну, вот эти, там, репрессивные методы, которые, там, идут, там, в отношении, там, ряда чиновников, они очень сильно, ну, такой вот штамп, да, оставляют и… Демотивируют. Да, и демотивируют на принятие ключевых решений. То есть вот эти бумаги, там, вот писанина туда-сюда, она не прекращается. И это реально, мне кажется, там, ну, можно сделать показателем вообще, в принципе, работы босслужбы. То есть если бумага, которая рождена, там, в 2015 году до сих пор ходит по коридорам, то это и есть показатель, да, там, что не принимаются никакие решения. То есть сейчас боязнь от того, что будет ответственность за то, что ты принял решение, она намного больше. Да, вот, например, приведу простой пример. Есть информационная система, да, которую давно надо поменять. Это документооборот. Документооборот, он построен на лотусе между всеми государственными органами. Но для того, чтобы этот документооборот сделать интеграбельным со всем остальным миром, то есть я имею в виду, там, с бизнесом, с корпорациями, там, с тем же самурком и так далее, и так далее, для этого надо просто сделать, ну, там, кое-какую шину, и она, в принципе, технически готова. Но все почему-то боятся этого слова, там, информационная безопасность, какая-то аттестация на информбезопасность. То есть, ну, в принципе, если бы, там, ну, там, до меня дошла, там, очередь, да, там, по этому вопросу, я бы, наверное, все-таки принял решение и сказал, давайте откроем флюс, и будем работать. Очень интересно, потому что, Богдат, для меня ты являешься таким, ну, одним из цифровых генералов, который на самом деле шейпит, формирует нашу цифровую архитектуру. И, ну, мы точно знаем, у тебя есть доступ к, повседневный, практически, доступ ко всем людям, принимающим решения в отношении цифрового Казахстана. И такой простой вопрос, как модернизация системы ЕСИДОС, документооборот, если вы спотыкаетесь, то... Ну, я просто, это же сейчас не в моей компетенции. Я этот вопрос, ну, там, уже в ряде, ну, кабинетов продвигал, и там есть уже четкое понимание, но я имею в виду, что до этого момента никто решения не принимал. Все, как говорится, там, у нас куча органов, которые являются контролирующими, но там орган принятия решения, он там один, и кто-то там, какой-то клерк должен принять решение и сказать, что да, я там беру ответственность, что это вот так вот будет, да. А от его мнения уже зависит мнение, конечно, министра отраслевого, который там... Хорошо, раз мы в эту тему углубились чуть-чуть, я позволю себе просто спросить, вот скажи с плеча, а что можно сделать, чтобы люди не боялись принимать важные решения? Ну, надо судить по результату, в первую очередь, то есть надо дать карт-банш, то есть я, например, ну, не... Вот в моей жизненной, там, лестнице, пожизненной лестнице, когда шагал, у меня вот есть один период, это Коспочта, да, и у Мирзаки Стаевича. Вот у меня был прямой шеф, это у Мирзаки Стаевича, и был совет директоров, это Бахмутова. Вот это классическая, правильная модель, как нужно, в принципе, давать карт-банш. То есть они меня вообще не дергали. То есть они сказали, все, мы тебя назначаем, вот твоя презентация, ты ее берешь и ты ее делаешь. Я был у Мирзаки Стаевича в кабинете четыре раза. И то во многом я сам просился на встречу, на то, чтобы отчитаться, какие-то вехи там подвести. То есть это человек, который может давать карт-банш, и который, в принципе, готов на то, что ты, может быть, ошибешься. То есть он готов принять риск того, что ты, может быть, неправильно двигаешься. Поэтому вот мне кажется, что такого уровня чиновников не хватает, которые готовы брать нужных людей, но давать, отпускать до такой степени, чтобы человек мог там пойти, окучить пару вещей, где-то спотнуться, где-то встать, а потом прийти и сказать, ну, у меня вот это получилось, а вот это не получилось.